Дайджест недвижимости Программа помощи ипотечным заемщикам, действовавшая ранее, должна была завершиться в мае этого года. Однако она была прекращена на два месяца раньше, из-за того, что выделенные на помощь ипотечникам 4,5 миллиарда рублей закончились. Дайджест недвижимости Долгострой на улице Горбуновой может подрасти до 20 этажей. Это единственное решение проблемы обманутых дольщиков, говорят в мэрии Кирова. Покупатели ждут квартиру в доме на Горбуновой 31 с 2015 года. По первоначальному проекту здание должно быть 17-этажным, и его надстройка возможна только после процедуры публичных слушаний. Увеличение этажности позволит достроить объект с привлечением нового инвестора, пояснил замглавы администрации Роман Морозов. Окончательная стоимость завершения строительства пока неизвестна. Сумма, которая необходима на достройку, составляет порядка 40 миллионов рублей. Публичные слушания продлятся до 4 августа. После этого мэрия должна разрешить либо отклонить запрашиваемые изменения в проекте. Ознакомиться с документацией и высказать свое мнение можно в кабинете 139 Управления градостроительства и архитектуры администрации Города Кирова, уточняет портал iKirof.ru. Дайджест недвижимости Мэрия выставила на продажу новые помещения в торговом центре Европейский. Постановления об условиях приватизации размещены на сайте городадминистрации. В первом говорится о продаже помещения на седьмом этаже торгового центра, площадью 225 квадратных метров. Стартовая цена почти 8 миллионов рублей. Во втором речь идет о приватизации помещения в 39 квадратов на первом этаже Европейского. Его начальная цена 1 миллион 388 тысяч. Ну а самая крупная продажа в торговом центре Европейский назначена на 31 августа. Напоминают бизнес-новости в Кирове. На торги выставлено нежилое помещение на первом, втором и третьем этажах здания общей площадью почти 6,5 тысяч квадратов. Стартовая цена имущества составляет более 330 миллионов рублей. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости